это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня предновогодняя инспекция как правильно выбрать елку к празднику теперь в одной платежке в январе в рязани откроют единый расчетный кассовый центр про глыбы и крышу кто в ответе за поврежденный автомобиль новый год все ближе а значит наступает пора праздничного выбора пушистой красавицы специалисты россельхознадзора проверили в рязани елочные базары вместе с нашей съемочной группой как выбирать правильно валерий седов наша съемочная группа вместе с сотрудниками россельхознадзора на одном из двух официальных елочных базаров в дизайне задача простая не только проинспектировать новогодние деревья но и выбрать то что украсит дом в празднике советы от специалистов звучат уже со входа она должна быть с хвоинками которые не пожелтели можно провести рукой по хвоинкам если они остаются на руке значит они уже где-то вот начинают осыпаться хвоинки должны иметь запах обязательно хвои если присутствует смола то это тоже очень хороший показатель что елочка здорово плюс на елке не должно быть плесени а нижние ветки деревца стремится вверх кстати могут возникнуть недопонимания из-за разности сортов некоторых говорит предприниматель смущают желтые иголки на вот таких экземплярах на деле же это орегонская сосна из канады и это норма а не исключение из правил кстати по словам продавца она простоит дольше обычной выбрать елку нужно по пушистисти и смотреть что вот так вот вот елку делаешь игла вот видите вот она не осыпается и и надо даже выдергиваем она не осыпается вот значит елка хорошая если те елки которые прошли карантин в россии хоснадзор они есть сертификат они будут стоять долго близко к батареям не ставить вот и желательно ель не ставить в воду а сосну ставить в воду другой важный вопрос нужно не стесняться просить у продавца необходимые документы на деревья список очень даже небольшой необходимо иметь привозе из регионов российской федерации или допустим из-за границы на руках карантинный сертификат или акт карантинного контроля который будет подтверждать что елочка соответствует единым карантинным требованиям спрашиваем у предпринимателя на месте ли они абсолютно верно все есть можете да мы можем показать вам вот мы известили вот ростсельхознадзор вот извещение вот ростсельхознадзора вот это вот оно вот он карантинный сертификат у нас пермский край и линский район вот в республику мордовию саранск город он выпишен на 500 штук как мы уже говорили в рязани всего два официальных елочных базара один на кудрявцево близ цнт и другой на высоковольтный например здесь 400 сосенок и елей и на все есть необходимые документы и сертификаты чтобы новое деревце радовало домочадцев все праздники за услуги жкх теперь станет платить проще с января в регионе начнет работу единый расчетный кассовый центр его создает на базе рязанской городской муниципальной энергосботовой компании и компании к в ц но все пункты оплаты останутся теми же все платежи по жкх будут в едином документе подробнее кристина бочкарева газ электричество и другие услуги жкх теперь будут в одной платежке единый расчет на кассовый центр обеспечит прозрачность взаиморасчетов между потребителями и обслуживающими организациями на территории всей рязанской области по аналогии с мфц все 34 офиса к в ц которые сейчас действуют на территории города и области останутся продолжить свою работу также будет будет работа передвижных мобильных пунктов а и также зал обслуживания наши органайковские присоединиться к общему к общему офисному обслуживанию при принятии такого решения анализировался опыт и опыт положительный в частности в санкт-петербурге лиградской области республики тарстан такие центры действуют именно на базе гарантирующих поставщиков электрической энергии опыт положительный позволяет это дело все развивается более качественно жители города и области смогут быстро и удобно оплачивать коммунальные услуги контролировать процесс начислений и решать все вопросы в режиме одного окна для удобства пользователей в личном кабинете МПКВЦ будет закреплена ссылка с переходом на сайт ООО «Эргмэк» где согласно инструкции клиенты после авторизации продолжат пользоваться личным кабинетом в прежнем режиме жители не почувствуют никаких изменений квитанция останется то же самое за исключением наименования квитанции пункты приема те же самые все как было удобно жителям так и будет клиенты смогут позвонить на телефоны колл-центра они будут размещены на сайте в КВЦ бывшем будущем РГМЭК также на сайте будет четкая ясная инструкция как перейти на обслуживание в новую компанию удобство сохранится изменится лишь качество предоставляемых услуг больше информации клиент сможет получить в одном месте специалисты КВЦ до конца года перейдут в штат Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании в настоящий момент сотрудники двух организаций постепенно проходят обучение для работы в единой унифицированной системе Кристина Бочкарева Михаил Лазуткин телекомпания город обильный снегопада за ним сильное потепление доставило хлопот коммунальным службам но не всем на некоторых крышах остались снежные наносы которые в случае если их не убирать вовремя превращаются в опасные глыбы льда которые грозят обрушиться в самый неподходящий момент об одном таком случае произошедшем возле нашей телекомпании расскажем далее ледяная глыба упала на новенький автомобиль ХВЛ припаркованная с вечера машина местных жителей не дождалась водителя буквально 15 минут результат смятая напрочь крыша мы сегодня должны были ехать по делам причем тела еще много и к сожалению произошла такая врезапная и очень скорбная ситуация что просто из дома вышли никуда не что-то не смогли к своему пришли и были мягко говоря в шоке потому что поставили никого не таки далеко от крыши но тем не менее в общем нет слов одни эмоции помимо основных дел которые существуют нашей жизни мы теперь должны еще потратить время на решение проблем вставление иск в суд и я надеюсь что управляющая компания возьмет за это ответственность и ответит перед законом перед жильцами этого дома потому что ну если бы не наша машина на этом месте мог бы быть любой абсолютно человек абсолютно живой и после таких глыбин ну я не буду комментировать что могло произойти эмоции владельцев автомобиля понять можно как и размышления о том что на месте их автомобиля мог быть прохожий как и здесь на пересечении улиц свободы и затинной снежная лавина еще утром сошла с крыши вырвав снег задержателей и поломала ветки дерева отсутствие пешеходов на очищенном тротуаре лишь счастливая случайность напомним что налить и тяжелые снежные лавины сейчас вероятно могут сходить с крыш повсеместно будьте аккуратны тем временем в рязани продолжают очищать улицы и дворы от снега ежедневно на уборку выходят порядка 150 единиц техники прошедшей ночи вывозили с разворотных кругов у больницы номер 11 и на улице юбилейной а также с улиц кольная высоковольтная семинарская сена кольцова соборная горького на участке от есенина до краснорядской и семена середы в ночь на 21 декабря будут убирать снег с площадок у вокзалов рязань-1 рязань-2 площади димитрова улиц вокзальной чапаева татарской кольцова бульварного и газетного переулков и от рязанского цирка администрация города просит автолюбителей не парковать свои машины на данных участках и не создавать препятствий для техники партнер программы день города и края рыба камчатская до 24 декабря выставка продажи возле главного входа в торговый центр премьер в рязанском театре драмы прошла премьера постановки фабрика игрушек или новогоднее ограбление от режиссера максима ларина по его словам сказка удивит не только маленьких зрителей но и родителей новогодний хип-хоп ожившие игрушки и классические злодеи из русских сказок праздничная постановка удивит даже самого искушенного зрителя авторское видение классических персонажей отечественного народного творчества включает в себя и мифологию и современные тренды по словам режиссера спектакля максима ларина главная цель постановки показать популярных героев русских сказок с непривычной на первый взгляд стороны сюжет придумал я сам герои всем известные баба яга леший дед мороз снегурочка игрушки которые дети любят и обычно дарят детям на новый год баба яга решила в этом году ни с кем не ругаться на новый год ни с кем не воевать потому что она всегда проигрывает и всегда дед мороз и добро добрый герой побеждает она решила просто отметить новый год для этого ей совсем немножко не хватает это в преддверии праздника даже отрицательные персонажи хотят самого обыкновенного человеческого счастья какой же новый год без подарков гирлянд и наряженной елки основные события закручиваются на фабрике игрушек деда мороза именно здесь и произойдет новогоднее ограбление а перед спектаклем юных зрителей ждет интермедиа танцы со снегурочкой обязательно настроят на волну новогоднего волшебства рассказывают сотрудники театра а в фойе гостей театра ждет зимняя выставка мастерской а че здесь представлены работы учеников разного возраста художником от 10 до 70 лет она тоже призвана создать новогоднее настроение кстати сказка в одном действии фабрика игрушек или новогоднее ограбление уже на сцене рязанского театра драмы увидеть постановку можно будет и на новогодних каникулах кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город новый год уже совсем близко на этот праздник в россии принято накрывать незабываемый стол полный деликатесов и лакомств многие рязанцы уже сейчас задумались над тем что приготовить и как красиво подать угощение некоторые из них уже успели посетить выставку продажу икра и рыба камчатская успеете ли вы полезные и питательные рыбные деликатесы в очередной раз радует рязанцев многие горожане уже стали постоянными посетителями выставки продажи икра и рыба камчатская ежегодные до традиции под новый год особенно да хочется порадовать не только себя но мама у меня старенькая мама перенесла заболевание ковид 21 году со мной вместе вот поэтому сейчас требуется нам омега-3 который содержится в рыбе чавыча я как раз сегодня сейчас приехала чтобы купить чавычу слабосоленую но и немножко побаловать себя икрой и маму тоже здесь настоящая раздолье для ценителей качества и вкуса 35 видов морской рыбы приготовленных разными способами чавыча белорыбец а палту стунец и конечно настоящий камчатский деликатес который можно попробовать и приобрести красная икра как подсказали консультанты ее без проблем можно хранить в морозильной камере до наступления подходящего случая многие рязанцы как раз и приобретают деликатес перед предстоящими праздниками а икру купить и рыбку чавыча да конечно а почему сюда приходите а нам нравится вкус очень приятная рыбка и икра нам нравится мы не первый раз берем пока не знаю детки придут они придумают что делать к новогоднему столу на выставке можно найти рыбу слабосоленую горячего и холодного копчения закуски превосходного качества приезжают в рязань прямо с камчатки рыбка на этой выставке продажи очень сочная и нежная а главное ее мясо наполнено витаминами и минералами как говорят сами рязанцы эта выставка привлекательна потому что любую рыбку или икру можно попробовать оценить вкус и качество самостоятельно на прилавках представлено несколько десятков видов рыбы так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманом запас деликатесов на новогодний стол сейчас можно успеть получить без суеты выставка продажи икра и рыба камчатская расположилась у торгового центра премьер рядом с центральным входом она проработает до 24 декабря включительно на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w и город 62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго встречай новый год с камчатскими деликатесами чавыча красная икра белорыбеца все от производителя с 18 по 24 декабря Рязань ТЦ премьер декабря Рязань ТЦ премьер